Господин Татарский, Фомин Татарский, погиб на войне. Скорее всего, эти люди симпатизировали татарскому. А, собственно, нет никакого Володина. Это путинская реакция. Не шагу назад, при том, что как раз-таки шаги назад — это единственное решение закончить эту войну. Это никакая не творческая интеллигенция, разумеется. Это гламур глянец. Совершенно позорный путинский гламур. Приветствую зрителей Белсата. Традиционно новый выпуск программы «Хот мысли» с Виктором Шандеровичем. Меня зовут Игорь Винявский. Виктор, приветствую вас. Добрый день. Политический террор стал достаточно таким распространенным явлением во второй половине XIX века. Ну, не будем сейчас в исторический такой экскурс уходить, но все мы прекрасно помним, что в Советском Союзе вот эти все бомбисты-террористы были героями. В каждом городе, в принципе, была улица, называли школы именами Степана Халтурина, Веры Засулич, Розалии Землячки. То есть это все люди, которые как минимум один теракт совершали. И что самое, наверное, забавное, это такая ирония судьбы, но до сих пор в российских городах остались их улицы. Но то, что мы сейчас видим, естественно, я говорю о теракте, в результате которого погиб вот этот военкор татарский. Российская власть, пока что, скажем так, сегодняшняя российская власть, не видит героев в тех бомбистах, которые совершают эти теракты. Как, на ваш взгляд, общество должно относиться сейчас к этим явлениям и к людям, которые совершают эти теракты? Ну, смотрите, ну, во-первых, я поправлю, что Халтурина, Веры Засулич, действительно, это были акты индивидуального террора, революционного, да, иронийский и так далее. А, значит, а Розалия Землячка просто устроила массовый террор большевистский в Крыму. Это немножко другое. Хотя, может быть, я не в курсе, может быть, у нее... Ну, она была террористкой и до революции, то есть начинала карьеру как-то бомбистка, да, потом массовый террор. Понимаете, какое дело? Террор, индивидуальный террор, переход к террору, как и в случае вот этих исторических, да, Халтурина, Засулич, это результат недореформ. Когда не удается обществу договориться, когда нет инструментов общественного договора, тогда в ход идут пистолеты, бомбы и тогда это, да, и прямой наводкой, прямой дорогой от террора идет к, значит, полицейскому террору, от индивидуального к полицейскому. И все это заканчивается предсказуемо революциями и реками крови. К сожалению, российская власть, поскольку они в первую очередь двоечники, они совершенно не в состоянии учить уроки исторические, они их просто не знают. Вот это классический случай, классический случай. Путин закупорил все инструменты обратной связи, все общественные инструменты. Нет ни выборов, ни СМИ, ни политических партий, ни суда, ничего. Нет возможности повлиять на жизнь Родины никаким легитимным образом, как в нормальной европейской стране. Реакции делятся на эмиграцию, деградацию и вот такой вот индивидуальный террор. Ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего в этом нет. Я бы предпочел, чтобы этого Фомина или как он там, как там звали на самом деле покойного, чтобы его судили за разбой, за убийство, за насилие, за призывы к убийству, чтобы его судили демократическим судом. Он там наговорил, да, в своем прямом эфире из Георгиевского зала, всех убьем, да, все как мы любим, всех убьем, всех ограбим. Он там наговорил на штрафы и заключения. Вот я бы предпочел, чтобы он был жив и сидел в зале суда и был бы преступником, а не кавалером ордена мужества посмертно. Это было бы полезнее для общества и для будущего. Но как есть, так есть. И, к сожалению, фамилия девушки, которая совершила это преступление, также отсылает на сквере Засулич. Фамилия Трепова. Только Вера Засулич стреляла в Федора Трепова, в губернатора, да. То есть в Петербурге же это поразительным образом странная, ассонансная рифма, как говорится, да, странная рифма, но тем не менее очевидная. Это азбука. Это азбука. Там, где нету легитимных эволюционных механизмов воздействия на ситуацию, входы тут такие. Отдельно стоит заметить, что в том контексте уже, который существует, этот самый Вавилен Татарский был законной военной целью. То есть это не военное преступление, как в случае с Бучей или другими, да, историями, о которых мы говорили. И с той, с другой стороны, кстати, нет, это законная военная цель. С 24 февраля прошлого года, да, а любые военные, любые атаки на вот таких вот фигурантов, а это крупные деятели ополчения, это законная военная цель. То, что Путин поменял язык диалога, то, что это стало законным в военное время, то, что война поменяла правила, ну да, так и есть. Поэтому всхлипывать сегодня, так сказать, странно, да, это не вполне даже индивидуальный террор. А господин Татарский, Фомин Татарский погиб на войне, которую раскручивал, которую, так же как Дугина, да, которого призывал, которую раскручивал, он призывал к убийству, он погиб на этой войне. Тут жаловаться не на кого. А мы, нормальные люди, можем только сожалеть, что этот, что так поменялся язык политического диалога, что ничего другого не остается в качестве диалога. Как вы считаете, вот эта тенденция, она будет нарастать, или это все-таки мы будем редкие, единичные случаи видеть, или же будем наблюдать какую-то волну, которая будет накрывать уже более массово? Я не знаю, потому что мы не знаем, что стояло за этим покушением и кто стоял за этим покушением. Любые, так сказать, сейчас, ну, просто досужие разговоры. А может ли это стать примером, вызвать цепную реакцию, просто воодушевить кого-то? Нет, смотрите, цепная реакция пойдет в другую сторону. Уже ясно, что ответом будет террор против либералов, причем именно либералов. Да, уже привязали Навального, она там была в списках сторонников Навального, но уже буквально привязали Навального к этому покушению. Естественно, будет нарастать террор против либералов. Им не нужно, собственно, было никаких особенных и поводов. Мы же видим, что происходило в последние недели, как раскручивается маховик репрессий. Ну, теперь есть дополнительный повод. Они могут попробовать, собственно, не попробовать, что им помешает. Естественно, ответом будет либо маргинализация, маргинализация, эмиграция или индивидуальный террор. Они сами не оставили никакого другого пути. И это будет совершенно классически по лекалам 19-го, начала 20-го веков. Да, это будет раскручиваться маховик насилия. Закончится это только... Просто можно предсказать, что когда, каким-то образом, когда-то, как-как-то, да, это все рухнет, а это рухнет, разумеется. То рухнет уже в ситуации, когда не будет никаких легитимных, близко инструментов перемен. Еще один момент такой касательно эмпатии. Мы уже с вами говорили, вы неоднократно выражали эту свою мысль, что каждого жалко в отдельности, всех в общем не жалко. Пришли люди навстречу. Ну, там пострадавших, по-моему, уже около 30 человек. Пришли люди навстречу. Скорее всего, эти люди симпатизировали татарскому, но пришли послушать о том, как проходит специальная военная операция, как ее там принято называть. Пострадали. То есть, вот как к ним относиться? Это жертвы или же в принципе... Это, конечно, жертва. Игорь, это, конечно, жертва. Это, конечно, невиновные жертвы. Ну, нет, мы не оцениваем их интеллектуальный уровень и вкус. Да, пойти на... Потому что татарские, это, ну, понятно, что за фигура. И, в общем... Ну, то есть, они, это все, кого не жалко, или это каждый, кого жалко? По отдельности жалко, конечно, каждого. Нет, я... Господи, боже мой. Вообще, людей не надо взрывать. В диалог с этими людьми. Если бы можно было в диалог с этими людьми войти и поговорить с ними, я бы предпочел с ними поговорить. Я бы предпочел, чтобы их не взрывали никого, да? Да и татарского, чтобы не взрывали, я повторяю. Татарского на скамью подсудимых, а с этими поговорить, попытаться им объяснить безумие происходящего, в котором они принимают участие. Нет, ничего хорошего нету в терроре. Ничего хорошего нет в терроре. Я просто объясняю, не то, что объясняю, это азбука, что это естественно. Это нехорошо, но это естественно. Потому что законы физики существуют. Ломоносов и Луазье. Энергию не может никуда не деться. Если ты запаял чайник и поставил его на огонь, то он взорвется. Это физика. Чайник запаянный на огне. Куда девать протест? Куда девать отчаяние? Ни в какие политические реформы, ни в какой протест. Ни во что невозможно. Повторяю, даже не то, что в политические. Нельзя слово сказать. Нельзя назвать войну войной. Этот чайник на огне, он взрывается время от времени. Ничего хорошего в этом нет. Но это естественно. И по отдельности, в точности по моей формуле, по отдельности всех, конечно, жалко. Всех вместе нет. Если говорим о запретах, появился еще один запрет, точнее появится скоро, потому что его уже на обсуждение Госдумы вытащил Володин. Запретить публично, это забавно, на мой взгляд, Володин предлагает принять закон, который запрещает публично призывать, я не знаю, кому он будет обращен, этот закон, но, в общем, он будет публично запрещать призывы отправить Путина в Гагу. Но Путина как бы призывали в Гагу отправить еще и до вот этого ордера на арест. Но как-то тогда ни Володин, ни вся Дума, ни Кремль на это внимание не обращали. Почему сейчас появилась, на ваш взгляд, вот эта вот идея? Все-таки болит очень сильно. Не проще ли было сделать вид, что это нас не касается, это неинтересно и все забудут через месяц? Ну, или хотя бы спадет накал страстей? Правильней было бы, правильней было бы, техничней было бы сделать вид, пожать плечами и сделать вид, что нам это неинтересно. Ну, мало ли, что где-то что-то приняли, да? Это было бы хорошая мина при плохой игре, но хорошая мина. То, что они так нервно на это реагируют, показывает, конечно, прямо указывает на то, как им это больно. Потому что одно дело публицистика, да, Путина в Гагу, надписи на заборах, да, и в блогах, а другое дело реальное решение, да, и реальный, реальное решение. Это очень серьезная вещь. Мы уже говорили, кажется, об этом. Слова имеют свойство намагничивать реальность. И я предложил каждый раз, когда мы упоминаем слово Путин, делать сноску, вот как в моем случае, да, Шендерович признан иностранным агентом, да. Вот так Путин, в любом контексте, Путин разыскивается Международным уголовным судом за совершение военных преступлений. А дальше президент России. Нет Путина разыскивается Международным судом за совершение военных преступлений. Нет России. Путин наш президент. Только каждый раз сноска. Через какое-то время, чтобы это стало неотделимым от его имени. Чтобы это стало рефлекторным. Это очень важная вещь. И решение о том, что он официально в розыске, это очень важное решение. Оно не повлечет никаких буквально последствий в ближайшее время. Но психологически это очень важная история. И нервная реакция Володина, а, собственно, нет никакого Володина, это путинская реакция. Это, в общем, каминг-аут, это выход. Говорили сегодня, вспоминали исторические уроки. Вы говорите о том, что власть двоечники совсем не обращает внимания на то, что было в истории. А Медузе попала в руку некая брошюрка, которую раздают российским солдатам на фронте. И из этой брошюрки, в общем-то, следует, что кто-то учебники истории полистывает. По крайней мере, кто-то предложил вернуть сталинский приказ ни шагу назад. Возможно, сталинский приказ в тех условиях тогда был оправдан в какой-то мере, потому что позади Москва, нужно отстоять Родину, нужно бросить все силы. Была абсолютно другая ситуация. Вот почему вдруг, на ваш взгляд, появляется сейчас вот эта мера ввести указ ни шагу назад, при том, что как раз-таки шаги назад – это единственное решение закончить эту войну. Смотрите, ну, во-первых, даже, не даже, а этот приказ ни шагу назад – это трагическая история военная, которая обернулась массовыми расстрелами советских воинов, известством, да, особистов, советских особистов. И я изучал, когда обстоятельства гибели моего деда, да, сколько погибло рядом с ним, а сколько потом было расстреляно, да, расстреляно советских солдат, да, за то, что за ошибки руководства, за прорывы руководства, за трусость руководства, да, сводили счеты с солдатиками, которые оказывались в такой невыносимой ситуации. Это отдельная история и отдельный анализ, но сегодня это не имеет, конечно, никакого смыслового отношения, потому что тогда действительно, да, речь шла об опасности, об интервенции, о фашистском нашествии. Сегодня мы – интервенты. Этот указ аналогии, был бы точной аналогией, если бы это был украинский указ, да, с украинской стороны, не шагу назад, да, скажем, год назад, вот это была бы аналогия, если бы в марте-апреле прошлого года Украина издала бы такое указ, это была бы аналогия. В нашем случае, ну, понятно, что никакого энтузиазма особенного нет, и что военкоматы не ломятся от желающих, от добровольцев, от желающих пойти на фронт. Понятно, что картина очень неоптимистическая, и понятно, что они делают единственное, что могут, закручивают гайки. Что им еще остается? Обман, призыв обманом, то, что происходит уже давно, это в чистом виде надувалова, да, они им, вот эта мобилизация, да, людям объясняют, что в учебке куда-то в тыловые части они оказываются в окопах, да, не обученные, невооруженные, а потом в мешках груз-200. То есть это, так сказать, держится на обмане и на жестокости. И они могут делать только то, что умеют, а чего они еще могут? Вот это они будут делать. Давайте перейдем к вопросам от зрителей. Прежде чем зачитаю первый вопрос, традиционно уже попрошу зрителей подписываться на наш YouTube-канал вот так, если вы смотрите нас на YouTube, также задавайте вопросы Виктору, сейчас видите на экране ссылку на Telegram-канал, куда можно задать вопросы, и в описании к трансляции на YouTube также будет ссылка на пост, где можно задавать вопросы, которые мы будем рассматривать в наших следующих программах. Ну, а теперь вопрос, который приготовили зрители к сегодня. Возвращаемся, в принципе, к главной теме, можно сказать, нашего предыдущего выпуска. Я напомню, что там мы разговаривали о вот этом вот скандальном разговоре между продюсером Иосифом Пригожным и миллиардером Ахмедовым о том, что, в общем-то, ни тот, ни другой не в восторге от специальной военной операции и всех последствий, которые она за собой повлекла. Подчеркну, что когда я произношу специальная военная операция, это не значит, что я соблюдаю какие-то российские законы, это, ну, с моей стороны некий сарказм к тому, как относятся в России к войне, как делают вид, что это не война. Вопрос. Прятаться Пригожину, это даже не вопрос, а реплика на вашу мысль. Прятаться Пригожину никуда не надо. Виктор Анатольевич ошибается. Публичные репрессии будут восприняты как признание существования массового скрытого недовольства про путинской элиты. Замолчат, оставят намеки на фейк, проведут беседы по-тихому, заставят заслужить прощение с дачей друзей и другими откровенностями. Показательным будет отсутствие возмущения со стороны коллег по цеху. Это на вашу реплику, что Пригожину следовало бы сейчас спрятаться. Согласен ли будет Виктор Шендерович с такой альтернативной оценкой? Но, кстати, от себя добавлю, действительно, ведь прошло уже две недели, а какой-то реакции мы так и не видели. Ни с какой стороны, ни со стороны там, публичной я имею в виду, ни со стороны власти, ни со стороны коллег по цеху. Игорь, Игорь, так отсутствие публичной реакции как раз должно было бы встревожить Пригожину, на мой вкус. Как раз публичная реакция, так сказать, ну так, хорошая мина при плохой игре могла быть такая. Ну, у нас свобода, всякий может говорить, что хочет, да. Но тишина на публичном фронте, никакой публичной реакции при поступившей информации о том, что ФСБ признал эту пленку реальной, да, а не подлинной пленкой. Там по этому поводу было заседание специальное. Ну, вряд ли Пригожину будет Иосифа Пригожину убивать, понимаете? Но то, что они мстительные и то, что вот такого рода оскорбление первого лица, именно Путина, это не проходит. Послушайте, ну он на Карлика среагировал 20 лет назад в кукольной программе «Крошка Цахис», где речь шла о метафоре, о Гофмане и так далее, и так далее. Там была ярость глухая. Через 20 лет при уже абсолютной власти, в абсолютно полуспятившем уже ментальном состоянии, нет, это так не пройдет. Другое дело, что, повторяю, убивать никто, видимо, не будет. Но не думаю, что Иосиф Пригожин должен расслабляться. Вот это речь может не об убийстве идет, а как раз о публичной порке, которая могла бы быть. Есть ли цель в этой публичной порке или нет? Но пока мы ее не видим. Нет, я не думаю, что она будет публичной. Я не думаю, что она будет публичной. Я думаю, что его как-то больно, больно, больно прищемят. Каким-то образом больно прищемят. Каким образом можно больно прищемить Иосифу Пригожину, ну я думаю, ФСБ знает. Да, даже не будем фантазировать. Очень, очень можно больно прищемить. Да, есть налоговая тема, есть разные темы. Не говоря уже о том, что они не брезгуют и просто прямым шантажом по поводу близких. Я недавно узнал по поводу одного старого сюжета с российским известным артистом, который вдруг оказался большим сторонником специальной военной операции. Я недавно узнал подробности. Там был просто прямой шантаж. Прямой шантаж на уровне атаки на детей. Я не хочу об этом говорить более подробно, но просто уровень их этики, то, что они готовы к атаке по линии близких. Я это знаю по себе. Давно, лет 15-20 назад я уже это все проходил. Но сомневаться не следует. Они легко расчехлят и это оружие. И атаки на детей, на близких и так далее. Шантаж. Прямой шантаж. Поэтому как будет именно выглядеть ответка Пригожину, не знаю, но прилетит непременно. Тут я не сомневаюсь. Второй вопрос продолжает, в общем-то, эту тему. Не думаете ли вы, что разговор Пригожина и Ахмедова слил сам Ахмедов, чтобы отомстить за наложенные на него санкции, поскольку это, мне кажется, может помочь с началом реального свержения Путина и верхушки в целом внутри страны? И повлияет ли это на то, что и другие захотят выложить подобные разговоры, поскольку теперь очевидно, что это поможет паукам в банке съесть друг друга, отчего всем цивилизованным странам в мире станет только лучшее? Вот это, мне кажется, интересный момент в том плане, что действительно мы ведь не знаем, у кого сколько на руках может быть подобных разговорах записанных. Кто их может начать выкладывать? Могут ли их начать выкладывать? И к чему это может привести? Только я не думаю, что это сделал Ахмедов. Нет, не похоже. Не похоже на подставной разговор. Таких актеров нет у них. Нет, это не похоже на подставной разговор. Похоже, что это разговор вполне реальный. А то, что пауки в банке, да. То, что кому-то по каким-то, так сказать, что есть какой-то интерес в выкладывании такого рода текстов, да, конечно, есть. Но я бы не обнадеживался по поводу того, что это какая-то специальная операция, да, по дискредитации всего и вся. Нет. Полагаемое имею дело все-таки с разовым эксцессом. А то, что все-всех пишут и все за всеми следят, ну, это надо просто иметь в виду. Это такая, да, большой брат уж в этом случае будет очень-очень-очень внимательным. А тут уже у меня возникает вопрос. Мы уже привыкли, в принципе, к тому, что за последние годы в России создалась такая ситуация, когда, ну, на уровне простых граждан действительно вот эта атмосфера страха. То есть мы видим, что возродился институт доносов, когда уже люди начинают где-то доносить из патриотических, как им кажется, соображений, где-то, может быть, даже из страха. Но на простом уровне это есть. А ситуация с Пригожиным, как вы считаете, может ли она создать вот такую же атмосферу страха среди вот этой элиты? То есть когда ты не знаешь, а можно ли доверять собеседнику, а не появится ли завтра наш разговор в сети? Понимаете, Игорь, они расслабились, потому что там в Дубае все происходило. Я полагаю, что живущие в России точно знают, что они не одни разговаривают по телефону. Атмосфера страха, очевидно, нарастает. Появилось приложение «Мой донос». Это уже носит организационный характер, приложение «Мой донос». В этом есть какой-то своеобразный постмодернизм. Они как бы усмехаются. Они как бы говорят, да мы не будем валять, мы не будем даже делать вид, да, донос, гы-гы, смешно. Они пытаются сделать вид, что это смешно. Они изображают постмодернизм. На самом деле это просто разрешенная деградация. Но мы видим, как она переходит уже на официальный уровень. Приложение «Мой донос» уже существует. Вы можете его поставить на свой девайс и что-нибудь написать про меня, например. Не знаю, я первый раз, честно говоря, от вас слышу о таком приложении. Есть ли там какие-то профиты? Получит ли человек какие-то бонусы, используя этот донос, если я донесу на вас, что у меня от этого будет? Какие-то баллы получу, скидки на проезд, деньги, то есть что? Ага, вот этого я не знаю. Должен признаться, Игорь, что я не пользовался этим приложением, но я его видел, да, по Фейсбуку проехало, что оно уже существует. Кто-то это уже сделал. Мы же с вами говорили о том, что идеология сейчас не работает. То есть мы видим, как режим Путина покупает всех, да, солдат покупает, матерей покупает и так далее. То есть здесь тоже должна быть такая же логика. Донос должен монетизироваться. Ну, послушайте, это же не Путин выдумал. Третье имущество доносчику, третье имущество, это же Телин Шпигель, да? Да, это третье имущество арестованного идет доносчику. Это все старая практика. Не знаю, как насчет третьей, но, безусловно, так сказать, растление населения, да, в эту сторону тоже идет. Какие-то ништяки будет получать тот, кто донесет, безусловно. Какие именно, насколько это будет формализировано, формализовано, не знаю. Но, безусловно, мы присутствуем при ускорении растления. На растлении Путин держался, в общем, и занимался десятилетия напролет. Сейчас просто угол падения естественным образом увеличился. Возвращаясь к Пригожину Ахмедову, вы говорите, расслабились они, потому что находились в Дубае. Но это ведь, во-первых, это показатель того, что нельзя расслабляться уже нигде, а не только в России. А во-вторых, ну, тогда, мне кажется, с еще более актуальным вот этот вопрос все-таки, а кому было выгодно слить вот этот разговор, записать его прежде всего, да, и слить? Ну, то есть, если не Ахмедов, то, например, кто? Кто может быть? Я не призываю вас сейчас как-то гадать, но какая-то логика в этом должна быть. Игорь, логика наверняка есть, но я не хотел бы спекулировать, потому что я ничего про это не знаю. Можно из общих соображений предполагать, что пишут широким кругом. Техника позволяет писать, да, подряд. Потом эти сети просто заброшены, так сказать, на тысячи квадратных километров. А вось кто-то попадет. Когда попадает какой-то Иван Иванович, никому неизвестно, это никому неинтересно, ну, его можно там сдать, да. Но когда это сенатор, миллиардер и там звезда такого рода, это интересно. Кому именно интересно? В каких именно интересах? Я не знаю. Но, понимаете, там внутри действительно клубок, там, это пауки в банке, и мы просто не знаем, кто именно и почему, да, и в кого целилось это. Мы этого не знаем. То есть, по крайней мере, я не знаю. А за эту неделю, ну, и за эти две недели уже, как прошло это событие, у вас какая-то есть информация внутренняя, может быть, ну, может быть, где-то круги ваших знакомых пересекаются? То есть, какова все-таки реакция была вот там среди творческой элиты или интеллигенции, или просто представителей творчества, так скажем? Послушайте меня. Тут надо договариваться о терминах. Та творческая интеллигенция, с которой общаюсь я, и та творческая интеллигенция, прости Господи, которая принадлежит Пригожинку, это совершенно... Это две разные творческие интеллигенции, но где-то они могли пересечься. Мягко говоря. Мягко говоря. Да, понимаете, в кругу моих друзей, там Сергей Годлевский, Вадим Жук, Лев Рубернштейн, да, конечно, не может быть никаких ни сливов, ни версий по этому поводу. А там, где обитают вот эти вот Валерии, да, и вся эта попса, это никакая не творческая интеллигенция, это гламур-глянец, совершенно позорный путинский гламур. Да, там, я думаю, они дернулись, потому что они поняли, что за ними следят и их пишут. И это оборотная сторона. Вот тут есть, конечно, черный юмор, потому что, ну, мы-то все, что, все, что хотим сказать, мы говорим прямо, да, какой смысл меня подслушивать, да, ну, подслушайте, я то же самое по телефону скажу, что сейчас в эфире. А вот когда мы слышим такие каминг-кауты, такие выражения от путинской, от путинской элиты, от их доверенных лиц, от их сенаторов, это, конечно, очень выразительно. И вот этот глянец, который весь насквозь, формально, путинский, это все доверенные лица, это все люди, которые кланялись, улыбались, целовали в плечика, да, и любили всячески. И несут полную моральную ответственность, моральную, конечно, да, политическую ответственность за Путина. Ну, вот они, они, конечно, даже имеют основание подергаться, но пускай дергаются, это полезно. Виктор, спасибо вам большое за этот интересный разговор, сегодня достаточно даже веселый, что, к сожалению, у нас бывает редко, но сегодня нам удалось побольше повылыбаться, надеюсь, что мы это настроение и нашим зрителям передадим. Спасибо вам еще раз, увидимся через неделю. Частливо. Я напоминаю, что это был очередной выпуск программы «Ход мысли» с Виктором Шандеройчем, меня зовут Игорь Винявский, подписывайтесь на наш YouTube-канал вот так, если вы не сделали до сих пор этого, то прямо сейчас нажмите на колокольчик и смотрите и новые выпуски, и можете посмотреть также и старые выпуски программы «Ход мысли» с Виктором Шандеройчем. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!